Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Я рада вас приветствовать. Сегодня поговорим снова о косметике Tom Ford. Я заказала новую палетку. Она мне пришла уже достаточно продолжительное время назад, но я все никак не могла выложить этот видеообзор. И чуть позже я расскажу почему. Давайте не будем откладывать в долгий ящик. Я вам расскажу про саму палетку. Это палетка четверка, как всегда идет в темно-коричнево-золотистом оформлении. Очень красивая глянцевая упаковка. Спереди, как всегда, тиснение Tom Ford. С обратной стороны написан оттенок номер 29 Noir Fumé. Здесь в палетке 9 грамм продукта и произведен он в Италии. Также на коробке от этой палетки, с обратной стороны, есть все ингредиенты, входящие в состав. И, как вы можете заметить, присутствует тальк или крим талк. Он там в самом начале. В общем-то, если у вас есть какая-то реакция на тальк, тогда этот продукт не для вас. Сами оттенки очень красивые, очень интересные. Здесь два матовых оттенка. Один светло-молочно-розоватый, а второй такой темно-темно-коричневый. Ну и два коричневых оттенка, один из которых немного с зеленцой. Они идут уже в формуле сатиновой. Оттенки очень хорошо переносятся на пальчики. Когда вы трогаете сами свотчи, они по ощущениям очень-очень кремовые, очень приятные на ощупь. Но когда вы переносите эти оттенки на руку, вы можете видеть, что эта палетка, она как будто бы пылит и немного рассыпается. То есть оттенки не совсем кремовые, они скорее даже более пыльные. Давайте, наверное, сразу не отходя от кассы, я сравню эту палетку с Какао Мираж, с которой ее некоторые сравнивают. Вот так выглядят обе палетки. Как вы можете заметить, в принципе, практически ничего общего между ними нет. Есть люди, которые полагают, что вот этот красновато-коричневый оттенок может соответствовать какому-то из этих. Это абсолютно не так. Я вам сделаю сейчас свотчи. Какао Мираж. Я, наверное, возьму три более-менее близких оттенка. Значит, первый, который мы с вами сравним, будет, скорее всего, молочный. Как вы можете заметить, в Нуар Фуме он не такой интенсивный и чуть в розовинку. Тогда как в Какао или Коко Мираж он более такой бежево-золотисто-светлый, такой кремовый. Здесь он чуть более розоватый. Также мы пойдем по коричневым. Коричневый матовый. Коричневый матовый сильно отличается от этого темно-коричневого. Этот он, ну, не черный и даже не почти черный, но очень темный. Этот все-таки посветлее. Ну и, наверное, тот, который интересует больше всех, это красно-коричневый оттенок. Вот этот, в принципе, ни один из вот этих сатиновых не соответствует этому оттенку. Ничего общего между этими палетками нет. Точно так же, как и нет, в принципе, ничего общего с Минк Мираж. В Минк Мираж те же самые оттенки, только вместо вот этого коричневого. Там идет черный, но черный, соответственно, тоже ничего общего с этим темно-коричневым не имеет. Сразу скажу, что в этом видео я не стану делать слишком много макияжа. Я не буду много что вам показывать. Допустим, макияж, как я делала макияж лица, или, допустим, красила ресницы, или наклеивала накладные, потому что тогда видео получится очень длинным. Все-таки мне хочется, чтобы вы больше обращали внимание на тестируемые продукты. В данном случае это тени, на их текстуру, на то, как они наносятся, растушевываются и все остальное. То есть у меня больше акцента будет на сам продукт, чем на все остальное. Если вам интересно, что за помада у меня на губах, это Tom Ford в оттенке Black Dahlia. Не помню номер, не могу сказать, потому что я помаду уже куда-то спрятала. Но я, может быть, напишу внизу в описании. Очень многим нравится этот цвет. Заранее хочу сказать, что он иногда плешивит и наносится, может быть, как-то неровно у нее. Более суховатая текстура и довольно сложно с этой помадой работать. Но за тот прекрасный оттенок, который у меня сейчас на губах, я готова, в принципе, это простить этой помаде. Что ж, теперь, не откладывая в долгий ящик, наверное, перейдем к той части видео, где я буду делать этот макияж. Глаз с палеткой Noir Fumé. И вы сможете оценить качество этих теней так же, как и я. Ну и после я, как всегда, расскажу о своем окончательном мнении. Начну я, как всегда, с лайнера от Tom Ford. Буду делать затемнение ресничной зоны, чтобы макияж был интенсивнее. Также мне понадобится черный карандаш, чтобы нарисовать мягкие стрелки. Этот бьюти-трюк помогает мне определить направление макияжа, который я буду делать тенями. Плюс ко всему, при желании, карандаш довольно легко растушевывается в дымку. Теперь беру скошенную кисть и вывожу карандаш чуть ровнее, при этом слегка растушевывая его. В данном случае можно не волноваться насчет четкости, так как эта стрелка не будет видна под тенями, но придаст больше интенсивности темным оттенкам. Пришло время теней. Мне понадобится плоская кисть и зеленовато-коричневый оттенок. Я буду наносить его на все подвижное веко, и тут уже можно заметить, как он ложится слегка плешиво. Растушевочной кистью я прохожусь по складке века, чтобы убрать четкие границы. Этот оттенок очень сложный в тушевке. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вывести его в дымку. Беру кисть бочонок и темно-коричневый сатиновый оттенок. Прохожусь им по зоне стрелки, которую нарисовала ранее, а также в складке века, чтобы оно стало объемное. Таким образом я делаю макияж более интенсивным и темным, а также скрываю четкую стрелку, нарисованную карандашом. Растушевочной кистью подтушевываю все границы цвета, чтобы они переходили друг к другу плавно. С кожаной кистью и самым темным матовым коричневым цветом прохожусь у самого края роста ресниц, для того, чтобы взгляд был динамичным. Кистью с остатками сатинового цвета прохожусь поверх, чтобы не было четких линий и переходы были более плавные, больше походящие на темную дымку, чем на стрелку. Уже другой чистой кистью прохожусь по границам. Эти тени настолько сложные в тушевке, что приходится брать чистые кисти снова и снова, чтобы не превратить весь макияж в грязь. Думаю, здесь уже можно заметить, как сильно эти тени осыпаются под глаза. Именно поэтому лучше пользоваться этой палеткой до макияжа лица, чтобы все не испортить. Я закончила макияж, наклеила ресницы и оставила бейкинг на лице. Кистью-бочонком набираю зеленовато-коричневый цвет и наношу на нижнее веко. Веду практически до внутреннего края, и здесь начинается настоящая проблема. Кусочки теней попадают прямо в глаз, и это доставляет огромный дискомфорт. Я бы даже сказала боль, они очень ощущаются в глазу. Беру два нижних оттенка и смешивая их между собой, наношу в самую внешнюю часть нижнего века, чтобы сделать это место темнее. Светло-молочным оттенком и кистью из голубой белки прохожусь в зоне под бровями. И снова все подтушевываю, чтобы довести до идеала весь макияж глаз и не оставить никаких пятен. Здесь, я думаю, вы и сами видите эти крупные кусочки теней прямо в моих глазах. В общем, жизнь-боль. Итак, что я могу сказать об этой палетке? Однозначно, в ней очень много минусов, и, честно говоря, мне тяжело было сделать обзор на эту палетку. Я могу сказать так, то видео, которое вы сейчас смотрите, я записываю уже в третий раз. Первые два раза мне пришлось удалить, потому что у меня ничего не получалось. И сейчас, в принципе, вы поймете почему. Первый раз, когда я начала делать макияж с этой палеткой, я сделала сначала макияж полностью всего лица, и потом уже начала красить глаза. Естественно, все эти прекрасные оттенки осыпались мне под глаза. Я начала это исправлять, вытирать. Макияж был испорчен. Пришлось все удалить. Во второй раз, когда я делала видео, у меня не получился макияж, который я хотела. Мне очень трудно было приспособиться к текстуре этих теней, и получилось очень сильно пляшиво. Да, сейчас мой макияж тоже не идеален, но, по крайней мере, это лучше, чем получилось в первый и второй раз. Поэтому второе видео мне тоже пришлось полностью удалить. Причем я записала его от начала и до конца, полностью свое мнение, и мне не понравилось, как все выглядит в камере. Все было просто ужасно. Давайте теперь по самой палетке. Во-первых, что мне здесь нравится? Единственное, что мне здесь нравится, это оттенки, когда я их вижу в палетке. Они очень красивые, они многогранные, они нетипичные. Вообще, Том Форд славится своими очень сложными оттенками. У них невозможно подобрать какое-то определенное слово под оттенки, потому что они имеют в себе очень много каких-то полутонов, подтонов. В этом плане, конечно, Том Форд молодцы. У них всегда оттенки получаются очень красивыми. Но в этой палетке это также и минус, потому что оттенки красивые, сложные, но за счет своей сложности они очень сильно придают возраст. То есть, если вы хотите сделать себе макияж с этой палеткой, учтите, что вы будете выглядеть старше. Это однозначно. Второе, что я здесь заметила, это то, что помимо, в общем-то, смоки айс, вы с этой палеткой ничего не сделаете. Вы не сможете использовать, допустим, только вот эти два оттенка, которые матовые в дневном макияже. Потому что этот слишком светлый, этот слишком темный и нету transition color, такой, знаете, как что-то между ними, чтобы сделать переход. Такой бежевый, бежево-коричневатый, такого здесь нет. Два вот этих оттенка, они лично для меня очень сильно спорные, особенно вот этот. Я не любитель таких оттенков, но он красивый. Он немножко с зеленцой, но выглядит очень неплохо. Его минусы это то, что при нанесении он очень сильно плешивит, а также довольно сложно растушевывается. То есть, вам нужно брать несколько раз чистую кисть для того, чтобы его растушевать. Этот не плешивит, но он тоже довольно тяжело растушевывается. Вообще, если честно, я не знаю, что произошло с тенями у Tom Ford, но эта палетка, она ужасная. Она сыпучая, просто все осыпается под глаза. Я думала, что если я буду делать себе макияж, допустим, второй-третий раз, это каким-то образом немножко уйдет и будет получше. Ну, нет, ничего подобного. Три раза, три попытки, все три раза, все осыпалось под глаза. К тому же, эти тени, я не знаю, заметили вы в видео или нет, осыпаются не только вам под глаза. Они еще и прилипают вам на глаза. То есть, вот сюда, где идет раковица глаза или белая вот эта часть. И это очень-очень больно, это очень неприятно, это доставляет дискомфорт. Я до сих пор чувствую эти частички теней у себя там внутри в глазах. Это ужасно, это просто ужасно. Оттенки старят, не идеально растушевываются. Этот полупрозрачный, не совсем прям пигментированный. Я вообще не знаю, каким образом они хотели, чтобы что этот цвет делал. Вот я не поняла. Эта палетка обошлась мне 85 евро. Я хочу сказать, что я потратила свои деньги зря. Я считаю, что эта палетка... Как бы не прискорбно мне было это говорить, но она не стоит своих денег. Я знаю, многие винят меня в том, что я только делаю позитивные отзывы, хотя это далеко не так, ну на люкс, что я всегда хвалю, особенно Том Форд. Я обожаю Том Форд. Я люблю их эстетику, как они делают продукцию. Ее приятно держать в руках, ей приятно пользоваться. Но, к величайшему моему сожалению, я не могу сказать то же самое про вот эту палетку. Она не стоит своих денег. Она дискомфорт доставляет именно в ощущениях в глазах, когда это все сыпется вам в глаза. Ну, мне кажется, это даже как-то опасно. Конечно, нельзя полностью судить весь бренд Том Форд по одной неудавшейся палетке. Хотя я бы не сказала, что это единственная палетка неудавшаяся. У них было еще парочку. Но, честно, я могу взять ту же самую палетку Титаниум Смок, которая тоже сыпется под глаза, но не так сильно. И сделать себе шикарный Смок и Айс, тогда как с этой мне нужно возиться. С ней нужно очень долго работать. Либо это действительно теперь палетка для профессионалов, хотя она такая сыпучая, что я не знаю, какой профессионал возьмется за эту палетку. Либо... Типа я даже не знаю, для кого она создана. Мне кажется, что Том Форд в последнее время стали забивать на то, какого качества они делают продукцию. Потому что все знают, что у них классное оформление. Хорошая цена за 4 рефила. Там, грубо говоря, раньше было 10 грамм, сейчас 9 грамм. Они как-то подзабили на качество теней. Я не довольна этой палеткой абсолютно. Последние палетки у них вышли не очень, мне кажется, удачные. Мне придет еще одна палетка в скором времени. Я сделаю на нее отдельный обзор. И я, если честно, побаиваюсь, а вдруг будет то же самое с тенями. Вдруг то же самое произойдет с качеством теней. И тогда я, мне кажется, очень сильно разочаруюсь в этой марке. Потому что вот это... Ну... Вы знаете, люди расстраиваются, когда тратят 10, 15, 20 евро за палетку теней. Где-то много теней, большое количество. Но, допустим, она некачественная. Здесь 85 евро за какой-то трэш. Я не знаю. Я не буду советовать вам покупать эти тени. Только если вам понравился макияж, который сейчас на мне. И если вы готовы простить сыпучесть этой палетки и сложность в растушевке. Только тогда, в принципе, можете приобрести. Если у вас есть время возиться с такими тенями. А так, не рекомендую к покупке. Если у кого-то есть такая палетка, поделитесь своим мнением, опытом использования. Вдруг у вас все как-то по-другому. И, может быть, у вас ничего не сыпется. Может, это мне пришла такая палетка. В общем, расскажите, пожалуйста, про эти тени. Ну, а блогеры, которые будут хвалить эту палетку. Я буду полностью уверена, что это все каким-то образом либо спонсировано, либо проплачено. Либо просто прислано на обзор, потому что, ну, эта палетка не может быть хорошей. Не может быть хорошей. И она не такая. К сожалению, сегодня у нас минорная нота в видео. Ну, что поделать. Ничего не могу поделать с этим. Палетка не стоит своих денег. Мне жалко, что я потратила 85 евро на вот это. Красивые оттенки, но работать с ними очень трудно, очень плохо. Да. Что ж, если вам понравилось это небольшое видео, обязательно поставьте мне лайк. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, если вам нравится контент моего канала. Ссылку на свой Instagram я оставлю внизу в описании. Как всегда, если вам будет интересно, подпишитесь и там. Подписка для вас ничего не стоит. А для меня это огромная поддержка и огромная мотивация снимать для вас больше интересных видео. Желаю вам доброго времени суток, когда бы вы не смотрели это видео. И, конечно же, до скорых встреч.